Всем привет! Ход я и не Илон Маск, но сегодня обещаю вам полет и успешное приземление в мире IT News. Сегодня в выпуске. Почти как у Intel, но все-таки лучше. Новые SSD на рынке накопителей, система отслеживания собачьих каках, Urban Air Mobility это круче, чем Jetpack, а также новый умный рюкзак Huawei. Компания Radeon показала процессорный разъем AMD LGA1718AM5. Данный разъем очень похож на LGA1700 для процессоров Alderlike, разве что система крепления развернута на 180 градусов. Однако в IM5 есть один принципиальный момент, за счет которого продуманная система будет надежнее фиксировать сам процессор и охладитель. Разница с Alderlike в том, что к жесткой тыльной панели крепится не только сам кулер, но и механизм фиксации процессора при помощи четырех дополнительных винтов. Это обеспечивает выравнивание охладительного кулера не только относительно тыльной панели, но и относительно самого процессора, а действующие силы распределяются не по четырем, а по восьми точкам крепления. В итоге охладитель будет более равномерно прижиматься к процессору, а это значит, что охлаждение тоже будет более равномерным. Предназначенный процессорный разъем для процессоров в исполнении IM4 будет совместим и с процессорами в исполнении IM5. Поклонников компании радует, что AMD заботится даже о таких немаловажных нюансах, в отличие от Intel. Одноместный летательный аппарат, представленный компанией Zeva, совсем скоро покорит мир. Корфус аппарата, исполненный в форме диска, изготовлен из углепластика, а вес устройства составляет всего 317 килограмм. В движение летательный аппарат приводит четыре пары электрических двигателей. Евту способен летать в горизонтальном и вертикальном положении на расстоянии 80 километров при максимальной скорости до 257 километров в час. Верхние пропеллеры оптимизированы для вертикальных взлета и посадки, а также для зависания в воздухе, а нижние рассчитаны для горизонтального полета. В первую очередь разработка ориентирована на военных и службы спасения. Управлять воздушным судном можно будет как в ручном режиме, так и в полностью автоматической. Весной этого года компания начнет принимать предварительные заказы на модели Zero с депозитом в 5 тысяч долларов, а цена одной машины не превысит до 150 тысяч. Новый SSD на рынке накопителей. Компания Silicon Power анонсировала твердотелые накопители X-Power XS70. Данная линейка предназначена для использования в игровых компьютерах. Устройства выполнены в форм-факторе M2. Для обмена данными применяется интерфейс PCI40X4. Скорость последовательного отчленения информации достигает 7300 МБ, а скорость записи 6800 МБ в секунду. В семейство вошли три модели вместимостью 1, 2 и 4 ТБ. Также предусмотрен радиатор охлаждения, выполненный из алюминиевого сплава. Весит данная разработка около 33 грамм, а также имеет небольшие габариты в сравнении с аналогами на рынке. X-Power XS70 совместим с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows. Информации об ориентировочной цене новинок на данный момент, к сожалению, нет. Система отслеживания собачьих каках во дворе дома. Владелец собаки собрал систему отслеживания фекалий. Для упрощения рутинных домашних задач энтузиаст разработал систему на базе алгоритмов машинного зрения. Система распознает характерную позу животного во время природного процесса и отмечает место на снимке. Автору разработка помогает экономить время на уборке газона и сразу видеть те места, которые надо очистить. В качестве глаз системы разработчик использовал обычную камеру видеонаблюдения, установленную на участке. Разрешение камеры не позволило бы с точностью определять фекалии и отличать их от мусора. К тому же создатель живет в снежном регионе и зимой система вовсе бы не работала. Калеб Олсен использовал библиотеку Deep Lab Cat, помогающую определить силуэты животных и обучил систему определять характерные позы собаки во время облегчения. Каждый раз, когда пес занимает удобную позу, система понимает это и отмечает место на снимке двора красным кругом. Доступ к снимку можно получить со своей смартфона. Компания Huawei представила умный школьный ранец со встроенным дисплеем. Также в рюкзак встроен GPS-трекер, с помощью которого родители могут отслеживать местоположение своего ребенка. Ранец работает на базе Harmony OS Connection. Управлять функциями рюкзака можно с помощью мобильного приложения Smart Life. В самом приложении можно установить несколько зон безопасности для ранца. Родители могут получать обовещения в те моменты, когда ребенок входит в установленную зону или покидает ее. К примеру, как только ребенок придет в школу, родитель сразу же узнает об этом. Кроме зон безопасности, родитель всегда может узнать точное местоположение ребенка с помощью мобильного приложения. Ранец каждые две минуты отправляет данные о своем местонахождении. Помимо этого, рюкзак запоминает все проделанные маршруты и сохраняет их в своей памяти. Всего ранец может запомнить до трех месяцев перемещения. В замок ранца встроен полтора дюймовый ЖК-дисплей с защитой от пыли и воды. На экран можно вывести расписание занятий, тематические часы и другую полезную информацию для ребенка. Рюкзак имеет эргономичное строение и конструкцию, уменьшающую нагрузку на спину. А размеры ранца подобраны таким образом, чтобы не стягивать талию ребенка. Вот и наша станция. Пора на выход. Всем спасибо и до встречи в девятом выпуске IT News. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям.